приветствую всех из москвы 18 мая суббота сегодня очень теплый день выдался я отправилась на прогулку в парк горького перешла по андреевскому мосту и сразу же погружаюсь в атмосферу парка горького очень много народа сегодня такое ощущение что вся москва вышла на прогулку вот лебеди но они не плавают они в домиках зато катамараны плавают очень много катамаранов и толпы людей я немножко прогуляюсь и затем по крымскому мосту приду на ту сторону садовое кольцо и поеду в музей есенина так как мне дали пригласительный на ночь в музее я решила отправиться не музей есенина там никогда раньше не было кто как проводит время вот молодые люди ждут на скамейке играют шахматы оригинально музей есенин находится в москве на станции метро достоевская и там сегодня целый день программу посвященная есенина концерт на него и наверное не успею я приду чуть позже и будет лекция посвященная творчество поэта сергея есенина и затем лекция две причины смерти есенина то есть либо это было самоубийство либо убийство будут разбирать эту тему до достаточно интересно но я склоняюсь к версии что есенина убили ну такой небольшой спойлер а пока что гуляем по аллеям парка горького любуемся цветами все цветет и очень красиво тем временем мы выходим на главную площадь парка горького центральным фонтаном и там же главный вход в парк горького в виде фонтана работают и такое необычное зрелище мне удалось лицезреть поздравляю москвичей гостей столицы с открытием купального сезона жарко ему видимо вот что творит а а а а а Продолжение следует... 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 Кто-то писал прозу и сильно писал стихи И тогда он собрал свой первый поэтический сборник, который назывался Больные думы Это был 1912 год, лето, ему тогда еще не было 17 лет И так как это получилось, что этот сборник повез в Рязань И в поезде разговорился тоже с молодым человеком И они довольно долго всю дорогу общались Наверное, Сергей ехал тогда на узкоколейке По узкоколейке тогда была железная дорога из подскрепика в Рязань Скорее всего, он так ехал И познакомился с этим молодым человеком, общался с ним всю дорогу И рассказал ему о том, что он собрал сборник Показал этот сборник, это были две тетради, переплетенные друг с другом И, конечно, было интересно поделиться с кем-то своим творчеством И тогда, на следующий день, при ночевах у своего нового друга Потому что в Рязани у него жилья своего не было Сергей пошел по редакциям газет Он надеялся издать свой первый поэтический сборник Больные думы Но, к сожалению, эта попытка не удалась И он вернулся за вещами И своему новому другу оставил этот сборник Который пролежал практически почти 50 лет До 1965 года И в то время, когда открылся уже Константиновский музей Сотрудники узнали о том, что хранится такой уникальный экспонат Неупубликованное стихотворение, раннее стихотворение Есенина И после этого сборник был издан в научном издании Но, конечно, стихи тогда были у Сергея Александровича довольно слабые Ученические То есть был такой период, когда он учился Но в то же время он всегда впитывал всю Всех Знал прекрасно и русскую литературу, и зарубежную литературу Для него важно было понять, чем интересна для него была поэзия Он считал, что это важное служение И он считал, что сможет быть поэтом, сможет писать стихи И это показал уже этот первый сборник больной думы Приехав в Москву, Сергей Александрович, конечно, тоже, прежде всего, пошел в типографию Сначала он работал в книготорговом издательстве культуры То есть она и издавала книги, и продавала книги Но самое главное, что он всегда был рядом с книгами Он очень любил читать Он прекрасно запоминал и стихи русских классиков И Пушкина, Лермонтова Он прекрасно знал и Гоголя И современных авторов стал читать И тогда он, первый сборник его Не опубликован, но собранный в Москве Получил название Радуница Сейчас мы знаем про этот праздник Который приходится на вторник, после пасхальный Помяной недели Некоторые отмечают даже выходные дни из Краснодарского края В понедельник, например, этой помяной недели Но обычно это приходится Радунице на вторник И, конечно, для Есения было важно это название Потому что Радуница, она связана с весенним пробуждением природы И многие исследователи даже говорят о том, что в этом названии Слились какие-то элементы и христианской культуры, и языческой культуры Потому что на Радунице довольно древний праздник И он связан и с аксакличками мертвых Потому что когда еще в дохристианское время На Руси приходили на могилу То всегда вспоминали о тех, кто ушел О предках И потомки всегда считали, что должны помнить о своих И о родителях, которые скончались И о дедушке, и о бабушке, да и о всех своих предшественниках Которые представляют основу этого рода И для Есения это было очень важно И поэтому в названии, в таком Радунице соединились Очень интересные такие смыслы То есть воскресение природы Потом память о предках И у Есенина К сожалению, мы не знаем состава сборника 1914 года Но мы знаем сборника по таким же названиям Которая вышла несколько позже В Петрограде в 1916 году И там есть два раздела Один называется Радунице Другой в Радунице два сборника Один называется Русь Другой называется Маковый Пабаско То есть в Маковый Пабаско Там в основном любовная тема А в Руси более серьезные стихотворения На важные для Есенина темы И всего там 33 стихотворения И вот начинающий автор Тогда, когда вышел этот сборник Сергею Александровичу было 20 лет Он очень четко сделал структуру Потому что центральное место В сборнике занимается стихотворение Матушка Купальницу по лесу ходила В котором говорится о рождении Лирического героя И поэтому, когда смотришь композицию Конечно, многие уже критики Первые критики Есенина Которые откликнулись на этот сборник Отметили и Такое Новаторство во многом Есенина И его внимание К тем словам Которые были характерны Для реализации губернии С которой он вышел И в то же время Он поднимал Там и темы Очень важные Для всей русской литературы И еще одним сборником Который оказался Не изданным Не изданным Это сборник гармоника Который тоже был подготовлен Подготовлен в Москве В 1915 году Если мы обратим внимание На название Потом будет Будет заглавие Например И сборники преображения И сборник голубей Мы видим Что для Есенина Конечно, очень важно Было Вот такие Говорящие названия И когда нам начинают Задумываться Это очень интересно Потому что Через название сборника Мы можем Как-то Понять И замолчил Есенина И уяснить Почему он выбрал Той структуру Сборника Да какие в него Вошлись Стихотворения Это произвело У него Довольно Сильное впечатление И он написал Целый ряд стихотворений Посвященных И Первой мировой войне И Бельгии Посвященной Польше Которые были Одними из первых Или стихотворения Греции Посвященной той стране Которая не могла Выбрать свою Позицию В период Военных действий Боевых действий И конечно Он писал И о своих Односельчанах О том Что Тяжело было И реклы Например Стихотворения О том Что Из села Должны были Люди Уходить на войну Ну и так Я никак не договорю Про сборник Голубень Который тоже Не был издан Он писал Сергей Александрович Находясь на службе В ноябре 16-го года Писал Ирониму Иронимовичу Исинскому Это такой критик На редактор Газеты Биржеведовщики И других изданий Он писал Очень бы хотелось Поговорить с вами Но совсем Закабалили С солдатскими Узами Так что И вырваться не могу Сейчас готовлю Книгу Вот как раз Он пишет О глубине Для печатания Но прежде Хотелось бы провести Ее по журналам И он пишет о том Да Что в том числе Ему важно было Важны были Журнальные публикации Чтобы Помочь своим родным Это тоже важно Всегда Потому что Когда Исиня Что-то зарабатывал Он сразу же Старался помочь И своим родителям Которые жили В снову Константинов Но отец Сначала в Москве Потом в Константинов И двум Своим сестрам Александре И Екатерине И он тоже Исинскому Тогда писал Сейчас мне Очень важно Заработать Лишнюю десятку Для семьи Которые по болезни Отца Чуть не голодают И просит его Будьте добры И ранимы И ранимы Не откажите Сообщить О судьбе Моих стихов Которые я вам Передавал И Скорее всего Были варианты Этого сборника То есть Голубение Это устоявшееся Это авторское название Потому что Раньше такого слова Не было в русском языке Это неологизм Как говорят специалисты Неологизм Есенина А первоначальное Название Было Голубая трава То есть Вот Трава Голубая трава Тоже была Очень важна Есенина Для Есенина Потому что Он всегда Ценил И в поэзии Часто появляется Голубой цвет Это и цвет неба И цвет воды И если Поехать в Константиново И вы выйдете Кто приезжает В Константиново Наверное Прежде всего Мы выходим На высокий берег И видим Что там вдалеке Действительно Такая синь Как писал Сергей Александрович Синь сосет глаза И видно Как соединяется Небо Уходящее Далеко Далеко За горизонт И петляет Несколько раз Делая Довольно Крутые Повороты Река Ака И небо Отражается В реке И облака Там отражаются Поэтому Голубая трава Это и Та трава Наверное Тоже Сложно Однозначно Интерпретировать Но это И трава Которая Освещается Может быть Отраженным Светом От воды И в то же время Для Есени Всегда было важно То что происходит На небе Да Это И соединение Земли и неба Всегда было Очень важно Для многих Его произведения Поэтому Голубая трава Тоже Очень интересна Поэтому Сборник Овца В раю Конечно Тоже Очень важно Название И под заголовок У этого Правда Сборника Стихи Для детей То есть Мы знаем Библейские поэмы Для взрослых А вот Овца В раю Стихи Для детей Это тоже Не совсем Понятно И содержание К сожалению Этой книге Неизвестно Поэтому Ничего Створения Иногда Отдельные Страницы Иногда Дарственные Написи Возникают И конечно Это очень Радостно Что С ними Можно Познакомиться Но пока Про сборник Для детей Овца В раю Ничего Неизвестно Кроме Заглавия И тогда Выходила Эта книга Должна была Быть В партии Художников Сегодня И когда мы Говорим Да Почему столько Замыслов Есения То есть Дореволюционный Там понятно Потому что Он еще Не был Известным Поэтом И ему Сложно Было Печататься Когда мы Говорим О После Революционном Переволюционном Переволюции О начале 20-х годов Мы тоже Видим Что тогда Было Много Много Замыслов Которые Не были Реализованы С чем Это связано Во многом Это было Обусловлено Тем Что после Победы Советской Власти Большинство Типографий Было Национализировано И Количество Издательств Резко Сократилось И Сократилось Производство Бумаги Поэтому Практически Печататься Было Неначево Когда мы Посмотрим Если вы Видели Прижизненные Издания Есенина 18-19-20 Годов То Можно Даже Увидеть Что Они Напечатаны На Разной Бумаге Часть Тиража На Более Светлой Часть На Более Темной Или Более Плотной Потому Что Бумаги Действительно Не Хватало Ее Производство Сопротив Чуть Дальше Класс Вы Перепечатали Конечно Произведения Освещенные Становлению Советского Государства Истории Советского Государства Печатались Первым Сторницам Этой Истории И Поэтические Книги Практически Невозможно Было Издать И Поэтому Вот Столько Замыслов Уже Конца Десятых На Начало Двадцатых Годов Оно Оказалось Нереализованным Хотя Сергей Александрович Очень Старался И Возникает Несколько Объединений Писателей Которые Не присутствовали И в Дорвенционном Время Например Символисты И Появляется Также Движение Мажиниста Про Которые Наверное Все Прекрасно Знают Была Брошена Вот такая Вот И там Брошен Был такой Пробный Первый Шар И Собственно Началось Как говорится Если Такая Вот Фигура Понятно Что Она Всегда Не дает Покоя Я была Экспертом Минкульта Мы Ходили На Спектакли И Анализировали Трансформации Русской Классики В Довобудных Спектакля Мне Достался Руслан Людмила Черняковского В Большом Спектакль Где От Русланы Людмилы Ничего Не Осталось И Много Еще Таких Примеров Знаем То есть Классика Всегда Под Ударом Она Под Ударом Тех Сил Которые Хотят Собственно Разрушить Некую Ментальность Разрушить Некую Картину Мира Конечно Будет Атака На Классиков И Не Случайно Я Думаю Именно К Есенина Вот Такой Колоссальный Интерес Который Обостряется В Юбилейные Годы Потому Что Кто-то С восторгом Почитанием Да И С Трепетом Сохраняет Традиции А кто-то Начинает Ковыряться Выискивать Да Там Писать Ну Обобщенно Донжанские Писки Пушкина Там И так Далее И тому Подобное Мы С вами Имеем Постановки Про Женщин Есенина Да Там Вот То есть Такой Акцент На Биографии Мы Имеем С вами Пьяницу Дебошира И Другие Интерпретации Да Вот Жизни Поэта То есть Это Всегда Вот Вещь Такая Политическая Да Я бы Сказала И Поэтому Разбираться В том Что происходит И как Минимум Упорядочить Эти Версии Да Вот Разобраться Кто-то Что пишет И что За этим Стоит Ну Вот Мы Посчитали Нужно Так вот Когда Иванов Раскрыл Что называется Ящик Пандоры Да Вот Озвучив Такое Мнение Тут же Появилось Не благодаря Этому А наверное Ну просто Да Вот Всегда Кто-то Заговорит И пошло 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 И естественно Штукой И особенностями Он Понятно Что мог Анализировать Только те документы И те фотографии Которые Были в его Распоряжении Вот спустя Более чем Полвека Да После Произошедшего События И Анализируя Их Все то Что было В доступе Он Совершенно Обоснованно Да Вот С медицинской Точки Зрения Заказывает Что Очень большие Сомнения В том Что это Было Самоубийство Слишком Много Признаков Того Что Дело Обстояло Иначе Затем Несколько Книг Написал И много Статей Написал Эдуард Александрович Холостанов Это Известный Следователь То есть Человек Уже Так скажем С другой Стороны Тот Кто Устанавливает Обстоятельства Преступления И Смотрит На события С этой Точки Зрения Он Написал Несколько Книг Одна Из них Перед вами Обложка Кому Видно Но На самом Деле Таких Книг Очень Много Если Вам Интересно У нас Журнал 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 Называется Вестник Московского Государственного Университета Культуры Искусства Вот там Моя Статья На Эту Тема Есть Так Называется Весенник Важно Чтобы Мелко Не Переписывали Она Опубликована В интернете Важна Ваковская Статья Их Обязано Выкладывать В полном Дерстве Так Вот Хлысталов Уже Как Следователь Как Юрист Как Человек Который Умеет Профессионально Обращаться С фактами С документами Анализировать И Подходит К проблеме С этой Стороны И Собственно Очень Обоснованно Хотя Будет Дебилитаризировано Особенно В тех Книгах Которые Выходили В центральных Издательствах Все-таки Это на Массового Читателя И Там Уже Нужно С текстом Как-то Иначе Обращаться Я Тоже Себя Всегда Ловлю Когда Ты пишешь Научный Текст Сложно Не свалиться В публицистику И Наоборот Когда Ты пишешь Как Журналист Для Массового Читателя Сам Себя По рукам Бьешь Научный Собеждение Аккуратно Хожу В округ Да Хожу В округ Аккуратненько Ну вот То есть Какие силы Пришли к власти У нас В стране И насколько Не нужны Были Национальные Основы И как Моден Был Космополитизм И все То ли Чего Собственно Не было Увесенено И против Чего Он Всегда Выступал Вполне Возможно Что Человек С такой Популярностью И С таким Творчеством Ну Прошу Куда-то На дворе Я аналогию Провожу Поэтому Я думаю Что Если Выбирать Из вашего Предложенного Криминал Или власти Я бы Выбирала Власть Ну Это Я Как Сейчас Безответственно Заявляю Не Приложу Вам Доказательство Спасибо Уважаемой Косте Спасибо Косте Вот Здесь Такая Доска На ней Написано Это пространство Построено По принципу Стихотворения Ведь Пренебрегать Рамками Времени В пользу Вечности Одна из Главных Целей Поэзии Мы Представили Себе Как В одном Месте Встретились И общаются Некоторые Из гений Русской Поэзии Трех Веков Данный Авторский Подход Символизирует Причастность Этих Поэтов И Разноплановой Истории Нашей Литературы Которая Продолжает Развиваться По сей День Команда Московского Театра Поэтов Вот А вот тут Вот уже Соответственно Гитара И немножко Нервно Это у нас Владимир Майковский И Лисепротский Лисепротский Николай Морюк Анна Ахматова У неба В углу Помятого Встретились Вечным Днем Лермонтова Ахматова А вот здесь Александр Сергеевич Пушкин 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 И Серьезно Пушкин Пушкин Субтитры сделал DimaTorzok